Ух ты! Рыбакит! Да, ну что, сегодня будем читать? Не знаю. Про главного сына? Да. А может и нет. Дай мне листочек. Есть? Чай монастырский. Ой, спасибо, Листочка. Чай монастырский. Кто его пьет такой? Чай байховый, шиповник, смородина, мята, душица, липы, чабрец. Хороший сустав. Видно же, что травы. Да, я здесь. Я тут? Да. Молодец. 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 Я сидел. Вчера. Молодец. Вчера. Молодец. 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 Валерий Борисович, что там? Евреев. Евреев? Второй. Последний. Красная. А что это за рыба? Леща. Тринадцатая. Тринадцатая. Чёрная. Чёрная. Чёрный. Исполняя сокровище благих и жизнеподателю, Приди и селися вны, и очистены от всяких скверных, И спаси блажей души нашу. Господи, будь милостей к нам, благослови нас. Тебе слава в веки веков. Аминь. Так, напоминаю о уставе. Эта неделя, значит, у нас постом в среду, пятницу, еще мясная, заговня на мясо воскресенье. Дальше начинается сырная, говорит, седмица, то есть масленица, как у нас называется, масленица. Вот, и будет прощенное воскресенье. На неделе, 3 февраля, была памятная дата. В этот день, ровно 44 года назад, меня архиепископ Максим Умский, Тюменский, рукоположил во священнике. В 5 часов утра в домашней церкви, домашняя церковь, где там епархия церковь у него. Ну, такая церковка была, это, если этот зал разделить на 4 части, может быть, даже больше надо. То есть, присул небольшой у него в стенке был, так и делается. Почему? Потому что всему этому был препятствующий брат мой. Тогда так было, что архиепископ, ли кого руковополагать, должен у кандидатуру урегулировать с уполномоченным. Он, как, одобрить? Нет, это, конечно, он не одобрил. Вначале у меня, я в Новосибирске, хотел меня там отец Александр провести в Новосибирске. А тот, когда узнал, пошел к уполномоченному, а тот говорит, а кто он такой? Да вот он, это, фамилия Лапкин. Постой, а он Лапкин, он не родня тому Лапкину. Это был еще 77-й год, и они уже того Лапкина охраняли, скажем так, чтобы ничего с ним не случилось плохого. Да, и он на трес отказался. А он у меня, я отбирался, домой поеду, думаю, все, к матушке домой поеду. А он, нет, батюшка, направил меня тогда в Омск. Вот, ну и тогда там уже в Омск и тот меня, значит, не руковополазил так. Вначале в Дьякона руковополазил, а я был опознан казначеем и партиями. Не как в Дьякона, а в Дьяконе епархии. Тоже так же, как-то. Ну, а потом священник уже перед фактом, когда уже говорит, тогда, только он сказал, говорит, чтобы в Омске я его не видел, когда он служит там один, чтобы в Омске в городе не служил где-то на территории. Ну, так мне и пришлось идти. Где стройка надо была, туда и посылали. Все было 13 приходов было в епархии, всего 13 приходов в разных местах. Мне пришлось на каждом приходе почти быть. Где ремонт или там стройка какая, направили туда. И вот, когда руковоположение произошло, первое руковоположение было, только был, значит, священник один протеерей, протодьякон. И там трист каких-то монахини. Все, больше никого не было. В этом храме никого больше не было. И он потом, значит, слово. Сказал надрезательное слово для новопоставленного священнослужителя. Вот, брат Валера, сейчас прочтет. Слово, сказанное Преосвященным Максимом, епископом Омским и Тюменским, при хиротонии отца Иоакимова Пресвитера, в своем крестовом Благовещенском храме, 3 февраля, 21 января 1979 года. Не бойся, малое стадо, благоволи Бог дать вам царствие. В дни, когда в Церкви Божией наблюдается оскудение в священнослужителях, Господь призывает делателей из среды простых людей. Не сам по себе человек избирает сие служение, но Господь наш Иисус Христос призывает тех, кто верует в Него, и через них совершает спасение многих. При этом нужно помнить пастырю и людям, что пастырь такой же человек, как и прочие люди, но он носит в себе благодать священства, которое дает ему право совершать таинство не своею силою или достоинством, а силою Божией. Каждому надо осознавать это величие служения Богу и с любовью совершать сие до самопожертвования. Пастырское служение – наивысшее служение в мире всем временном. Достойные пастыри награждены честью от Бога и пользуются уважением от людей. Мы знаем, кому дается благодать, то к мосмиренным, ибо Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И это смирение добудет с тобою, новопоставленное мною чадо Иоакиме. Смирение приличествует не только монахам, но и всем христианам. Научитесь от меня, я как роток и смирен сердцем, говорит Господь. Вместе со смирением необходимо стяжать и любовь, и не только к маклюбящим тебя, но и к тем, кто досаждает. Тот, кто идет правым путем, не будет иметь недостатка в скорбях и досаждениях. Мужайся, не будь ласкосердствующий, не занимайся человекоугодничеством. Радуйся, когда будешь иметь досаждение, поношение за Господа, ибо и апостолы их имели, и несли терпеливо с любовью. Страшись, чтобы тебя не поносили за небрежение к делу, ибо таковы заживо погребены. Предстательством преподобного Максима, память которого ныне совершаем, да будет служение твое беспорочно. Стяжи страх Божий, научись премудрости не от мира сего, но Божия. Додаст тебе Господь мудрость, кротость, любовь, смирение, чтобы сподобился со всеми святыми прославлять Отца и Сына и Святаго Духа в жизни будущего века. Аминь. Какие вопросы есть? Я еду сейчас натреку, там посещать дом просили. Нету никаких? Совсем никаких. Благословение Господь. Сегодняшнее чтение. Послание святого апостола Павла. Братья и сестры, благодарю вас за молитвы. Дмитрий ухо 2 месяца лежал, завтра выписывает. Я сейчас еду туда. Ну, сила как бы физическая, он окреп, а слух потерян. Нету. Совсем не слышит ничего. Может вернуться. Может, не сразу все, да. С молитвой так помогает тот доктор, который его принимал 31-го числа. И 6-го он случайно дежурил вместо отчаяния чая. И он говорит, это вообще, говорит, как так могло произойти за полтора месяца? Такое излечение. Я, говорит, впервые такое вижу. Такие молитвы помогают сильно. Господи, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Повезло ему, что мама верующая такая. Ой, всем благодарю. Все-все-все за молитвы. Столько людей молилась за него. И в кемера родственники мои. Все-все-все-все-все. Да знают, кто и не знают. Ну, в общем, все-все-все молились. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Слава Христу. Все-все-все-все. Я поехала. На вокзал одна муж не едет, не поехал со мной. Ну, все. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Теперь поясни ему, пускай он теперь молится. Богу-то. Теперь все уже. Я с этим и еду, не знаю, писать только ему. Скажи, следующая будет зробовая доска, уже пускай готовит ласки, эти белые. Если не покаяться. Разговор о покаянии, короче, все больше ни о чем. Это самое главное. Об этом молилась полтора месяца, чтобы он вернулся. Господь ему слух закрыл, зато уста отверстие, чтобы прям благодарить Бога. Скажи, прям ртом разговаривай, даже не слышишь. Бога благодари на коленях. И плачь. Ну, как будет? Помоги Христосу. Так, ну все, читаем. Сегодняшнее чтение. Послание святого апостола Павла к евреям. Глава 13, стихи с 7 по 16. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Стих 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. В этом убеждает и фессалоникийцев, чтобы оказывать им наибольшую честь. Первое феофилакт с Солоникийцем, 5.13. Думаю, не читал. Еще и годы перехватываю. И как те наставники делали их участниками Слово Божие, так и они по возможности должны оказывать им помощь в материальных нуждах. Относительно этого он намекает им Словом поминайте или побуждает их к подражанию им. И взирая на кончину, то есть точнее наблюдайте. И как ученики живописца смотрят на оригинал, так и вы, взирая на кончину, то есть на конец их жизни, на их образ жизни, который имел добрый конец, подражайте вере их. Ибо от веры чистая жизнь. И если бы не верили в будущее, но сомневались, то не оказались бы безукоризненными в поведении. Снова врачует малодушие их или говорит о вере в догматы. И так продолжает. Восьмой стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Толкование. Ибо казалось, некоторые искажали веру и говорили, что другой придет, которого евреи и доныне ожидают. И так говорит, что Христос тот же вчера, то есть во все прошедшее время, и сегодня, то есть в настоящее, и вовеки, то есть в будущие, и бесконечные времена. И другой не придет. И так не заблуждайтесь. Или как он не оставил наставников ваших, то во всем помогал им, так и вам окажет помощь. Ибо он один и тот же. Девятый стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Толкование. Различными, то одними, то другими, и от одних, и от других, но чуждые правому догмату, ибо учение может быть различным, однако не чуждым, а потому и не фальшивым. Когда же учения различны, то есть от одного одно, а от другого другое, тогда и чужды, то есть чужды истины, тогда и необходимо беречься. Ибо истина проста и имеет цель одну. Обрати внимание на выражение «не увлекайтесь». Говорит как бы о тех легкомысленных, кои и здесь, и там легко увлекаются. Вот странные учения, намекает на вводящих иудейскую привязанность к брашнам. И так говорит, что благодатью, то есть верой, нам необходимо утверждаться и вполне убеждаться, что нет ничего нечистого, но верующему все чисто. И так, потребна вера, а не наблюдение за яствами. Ибо занимающиеся яствами, то есть те, кои всегда следовали строгому соблюдению правил о еде, не приносили никакой пользы для души, так как они чужды веры и рабски служат бесполезному закону. И вообще, говорит, какую пользу они получали от наблюдения за яствами, когда так были осквернены, что не могли участвовать в жертвоприношениях. Десятый стих. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие из кинии. Полкование. Сказав, что нет нужды строго наблюдать за яствами, чтобы не показалось, что наше чуждое наблюдение достойно презрения, говорит, что и мы имеем наблюдение, только не в те отношения этих яств, но к жертвеннику или бескровной жертве животворящего тела. Ибо невозможно первосвященникам ветхозаветного закона участвовать в этой жертве, пока они служат с кинией, то есть образом закона, приходящим, подлежащим уничтожению, или пока они служат этому миру, так как и народ, как недостойный, не принимал участие в жертвоприношениях ветхого закона. Стихи 11-12 Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в осветилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Толкование Показав, что то, что почитали иудеи, служило прообразом нашего почитания, говорит, что жертвы, в которых не мог участвовать народ, были ничто. В нашей же жертве не имеют участия и архиереи ветхозаветного закона, ибо те жертвы служили прообразом этой, ибо как кровь животных, приносимых за грехи народа, первосвященник вносил во святилище, тела же сжигались вне стана, так и Христос, пострадав за грехи мира, внес во святилище свою кровь к Отцу, как первосвященник, тело же было распято вне врат. Итак, совершая воспоминания о жертве той, наши первосвященники вносят кровь Господа в наше святилище и на алтарь, как на небо. Поэтому первосвященникам ветхозаветного закона нельзя вкушать от этого алтаря, как иноплеменным и как непомышляющим о том, что выше этого мира мы уже не таковы. Стих тринадцатый. Итак, выйдем к Нему застан, нося Его поругание. Толкование. Так как Иисус Христос пострадал вне врат, то выйдем и мы к Нему вне врат, то есть будем вне мира, нося Его поругание, терпя одни и те же страдания. Он, как осужденный и разбойник, был распят вне. Не постыдимся и мы удалиться от мира и от роскоши его, хотя бы и казалось это бесчестием. Снова убеждают их терпеть наносимые ими иудеями обиды или хищения. Стих четырнадцатый. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Толкование. Доказывает необходимость выйти за врата, то есть из мира, ибо мы не имеем никакого участия в этом мире, так как и он не будет вечно существовать. Итак, нам должно бежать из этого мира и стремиться к будущему граду, то есть к небу. Стих пятнадцатый. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Толкование. Через него, как через первосвященника по плоти, мы возносим отцу жертву хваления, то есть Евхаристию, ибо мы благодарим отца за то, что он даровал сына своего ради нашего освящения, это же ради немощных, что сын имеет благодать, очевидно, из того, что он имеет с отцом равную честь, дабы все чтили сына, как чтут отца. Иоанна 5, 23. Итак, сама Евхаристия плод уст прославляющих имя его, поэтому первосвященники ветхозаветного закона и не могут участвовать в этой жертве, ибо те, кои совершенно не были освящены Христовой кровью, не могут благодарить за нее, потому что пребывают в том же самом неверии. Стих 16. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Толкование. Где оправдывающиеся бедностью и по дому не подающие милостыни? Пусть послушают, что Павел убеждает беднейших, разграбленных, не забывать милостыни. Ее же он называет общительностью, а по какой причине мы часто говорили жертвы благодарения и благотворения, ибо ясно, что благодарный и щедр, так как он знает, каких удостоится благ. Богу нашему слава. Аминь. Виктор Андреевич ушел. Он поехал с батюшкой сопровождать. Ну, тогда давайте о делах наших. Мы звонили в больнике Крапченко. Она два года бежит без движения. Так, молитесь, они ничего с ней парализованы. В общем, если она у нас парализована, парализована. Она инсульт у нее был, инсульт. Ну, то есть, никак сестра ногу сонова. Она ничего не помнит, ничего нет. Так, подожди, там, я, что никого не что у нас еще с болящими. Я вот не знаю, Николай выписали его, нет? Я хотела еще раз ничего не говорил. У него там с сердцем нашли некоторые вопросы, которые надо было решать. Мы даже оперировали. Шультирование ему надо было делать. Ну, так делали. Любила Степановна, вот она не всегда может если бы кто-то как-то видел и забирал. Игорь же предлагал. Нет, она не может, она опять заболела. Не в машине дело не перестает. Нет, не в машине дело. Дело было не в бобине. Мы с ней разговаривали. И без вопросов договоримся, кто за ней заедет и привезет. Дело все в том, что у нее голова. Это вообще дело в ней. Как она будет готова, так же. Она при мне, когда я забирал, от подъезда шла там 200 метров, и она упала. Я уже начал выбираться, там вижу, она поднимается, поднимается, поднялась. Пока я выбрался, она поднялась. Я говорю, что с вами такое? Не знаю, вот я вот так падаю. я говорю, нет, нет, что-то это, наверное, не надо вам ездить вообще. Надо в подъезде может упасть где-нибудь еще. Здоровье, дар божий. Хотелось бы сказать, что мы обычно говорим о пожилых, о престарелых. У них, как правило, здоровья нет. Но молодым тоже не стоит забываться. Вроде как думаешь, я еще молодой, здоровье выше крыши. Действительно, споткнуться можно в любое время, в любом месте, зимой и летом, на ровном месте, как говорится. Со мной, пожалуйста, случай был осенью. Ну, я уж не молодой, но вроде как в форме себя держу и, казалось бы, не хорохорюсь, но вроде, вроде бодро себя чувствую. А тут так, это по осени было. Пришел домой, спокойно, разуваюсь, раздеваюсь, наклонился, чтобы обувь снять свою. Спину, так прострелило, что я как, как будто меня снайпер снял, я на пол просто рухнул и не вдохнуть, как говорится, не выдохнул. Понятно. Все, я как мересец дополз до комнаты, по пластуси, вот еле, 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 на спину перевернулся, как говорится, спину выправил, фух, тогда только передохнул. Вот, пожалуйста. Одно неосторожное движение и ты защемила. А я можно не буду рассказывать? Можно? Я тоже вроде не молодой, но такой... Так и по молодости сколько случаев было. Шел, шел, никого не трогал, упал, на тебе, вывих. Так что надо быть аккуратнее. С молитвой выходим, с молитвой идем. Все спины в молодости потеряны. Да. Дураши, Я всех пишу, о здравии пишу. Сейчас Игнатий Тихонович возмущается, болящие. А я просто пишу, о здравии пишу всех. Батюшка, только ох, Татьяна, опять свой список. Меня хоть не пишете? Пишу. Ну, чувствую легче. Ну, все, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, хотел сказать. Пятая часть народу осталась. Теперь избежать. Это ужасное состояние. Эти люди будут от моря до моря ходить искать. 8-11 праворока Амоса, вот это послание уже вокруг шеи у них. И не надо. Только кончилось, как будто выстрел кто-то. Вылетели. И нельзя остановить. Кажем, пытаясь остановить. Никаких. Сейчас придут, думают, еще нету, не считая телевизора. Притом, ни один, ни два раза. Я готовился как к этому сколько времени. Положил книги, что-то надо считать. Вчера с батюшкой здесь еще поговорили. Первый раз он услышал это, попросил размножить и дать имя. Я дома на своем ксероксе должен был размножить и принести ему. Для чего? Чтобы он, говорит, другим дам. А свои не желают. Притом, объяснений никакого нет. Совершенно. Выходит по прямой дороге туда. Я подрядчий, а только выходит, как будто сел в туалет, спрятался, закрылся. Мне сейчас нужно два человека. Один, который видит, считать, что будет, а другой я отпечатал, чтобы он подтвердил, что написано правильно. Это никогда не делал. Сегодня вопрос из вопроса будет поднят. Кто сможет читать? Это 17-й том, открытый моком, 3185-й вопрос. А сколько читать? Много? Много читать. Полторы страницы. Нет, чуть-чуть. Вот, ну, может, мы селитовировали. Две страницы. Давайте я прочитаю. Только надо, чтобы следил, чтобы ничего не выброшено. А с туда нельзя наоборот. Будьте внимательны. Батюшка договорились, и вдруг раз, никуда мертвый не денется, больной не денется. Главное, выйти от общины. Почему? В нее ничего не вложили. Что случилось, в общину бросил, меня нигде нет. В каждый храм ты пойдешь, и все понимают, мертво. Кладбище. А по полной праве скотомогильник. Потому что, если я не знал Бога, я как скот был пред тобой, говорит, словно певец Давид. Вот послушайте внимательно. Эти книги находятся во всех странах Европы. Вырвать уже никак нельзя. В Америке. В Австралии. И 650 библиотек получили эти книги. В Центральной библиотеке Ивна Ленина в Москве, Парламентской, в исторической. Внимание. Здесь в батюшкины слова, которые взяты из интернета. А сегодня куда они смотрят? Дальше, что и пинскоп говорил, и пихи. Это надо было сколько собирать было. День и ночей не спать. Хорошо. Слушайте внимательно. Это каждого касается. А то наш батюшка. Тем более, такой день, у него рукоположение, говорит. Помешал ему я немножко. Меня уже одели в рязь, под рязь их. Я встал, шили там, и три брата было. Я говорю, не мое. И сразу снял. После этого у меня домой приезжал епископ, а они, которых желают рукоположить, а они при епархии, в Барнауле, в Новосибирске, а они работают там, кочегарами. И постепенно, постепенно, и рукополагают, и вышел уже рукоположенный. Первого меня, когда я отказался, домой приехал епископ. Домой вы найдите человека, которому домой приезжал бы епископ и уговаривал. В другом месте мы сидим в Синоде. Митрополит сидит и епископы. И уговаривают принять уже в другой стране, в Америке. Я должен объяснять, не мое. Когда я рассказал, где меня могут не допустить, митрополит Виталий говорит, действительно, кое-где для вас закроется. И заботчиво, я не себе, наверное, был бы, не валялся, как некоторые, принявшие сан. Это Господь меня удержал от этого. Значит, этих слов сегодня бы вы не услышали. Внимание! Громко считай только, брат. Тебе это сильно по сердцу будет. Да? Да. Я знаю тебя, как... Надо было меня тогда не сдерживать, когда тут епископ у нас был. Я бы ему все рассказал. Не надо, только не говори, только не говори. Да, вот как раз и сопровергается. А теперь он труп. Тихо. 3185-й вопрос. 17-й том. 17-й том открытым оком. Игнатий Тихонович Лапкин. Это мне вопросы задают в университете. Я за кафедрой стою. Почему же священники ваши промолчали? Ничего не высказали своему епископу Ивтихию. Что он не прав. Ну, тут вообще ничего не понятно. Ну, понятно будет дальше. Ну, понятно, да. Ответ такой. Высказали и сразу, и после. Об объединении речь идет. Вот проект резолюции. Мы, клирики Ишимско-Сибирской епархии, русской зарубежной церкви на территории Российской Федерации, заслушав сообщения преосвященного Ивтихия и членов делегации от нашей епархии на 4-м всезарубежном соборе, прошедшем в мае сего года в городе Франциско. А какой год-то был? Это 2004-й, да? Седьмой. Какой седьмой? Ты что? Ну, когда ездил батюшка туда. С Виктором Андреевичем. Четвертый был, седьмой был конец уже. Пришли к следующим суждениям. Первое. Собирание духовенства пришло... Собирание духовенства пришло к суждению о наличии серьезного разномыслия епископа Ивтихия с клириками. Второе. Это разномыслие объясняется несколькими причинами. Третье. Когда они смещенники зарубежной церкви здесь собрались в России и говорят, причины какие? Такие, что епископ вдруг пошел не туда. Вот они говорят, и брат родной епископа здесь, Михаил. Первой причиной, на которую указал протерей Иаким Лапкин, является тот факт, что епископ Ивтихий озвучил свое новое видение процесса соединения русской православной церкви зарубежной с московским патриархатом без соборного обсуждения и вопреки ранее принятой епархиальной резолюции. Перевернули вот так все. Вторую. Более важную причину увидел протерей Михаил Курочкин. Брат как раз Ивтихия. Она заключается в отсутствии многолетнего контакта духовного единства епископа Ивтихия с клириками. И епископ Ивтихий неправильно понял обязанности архиерея, возложенные на него Богом. Вместо приращения пастырского корпуса духовного окормления пастырей вокруг себя как духовного центра епархии епископ Ивтихий ограничил свою деятельность восстановлением реставрации церковных зданий. Образовавшийся духовный вакуум заполнило такое ближайшее окружение, которое не способствовало духовному росту и благочестию архиерея. В отсутствии реальной близости с братьями по вере и при опоре только на собственные силы епископ Ивтихий не смог справиться с внешним давлением неблагоприятных обстоятельств и пережил личную драму приведшую его к разочарованию в деле, которое когда-то начал со своими единомышленниками. Пятое. Признать мнение епископа Ивтихий относительно принятых на всезарубежном соборе решений его частным мнением, которое не соответствует реальному восприятию собора и принятой на нем резолюции. Шестое. Признать согласно высказанного протеолеем Иакимом Лапкиным тут Лапиным написано возникновение зарубежных приходов на территории Российской Федерации и в частности Ишимско-Сибирской епархии делом полезным для блага всей русской православной церкви. И наоборот подчеркнуто ликвидацию приходов и епархии считать делом сатанинским гибельным для нашей церкви. Это священники, священники, батюшка нам наш туда, вот, насколько побуждал говорить. Чужие с нами признать, что подчеркнутая участниками 4-й Всезарубежного собора решимость на соединение с Московской Патриархией вовсе не умаляет проблем, которые вот уже 80-ков лет назад духовно и канонически разделили зарубежную паству и ее архиерея в ход архиерейского корпуса Русской Православной Церкви Московского Патриархата, признавшего безбожную власть и пошедшего ей в услужение. Восьмое, признать, что Московская Патриархия в настоящее время к евхаристическому общению не готова, так как до сего дня открыто и гласно не называла Декларацию 1927 года предательством Христа и его Православной Церкви. Девятое, признать проблему экуминизма неизлеченной, язвой на теле Московского Патриархата, которая ставит ее архиерейский корпус под православную анафему в Большой Бухове. Десятое, признать неопривержимым фактом наличие среди зарубежных архиереев промосковской оппозиции, усилия которые направлены на самоликвидацию зарубежной Церкви. Признать необходимым в случае подписания в сентябре этого года Синодом Русской Православной Церкви за границей акта о евхаристическом общении с Московской Патриархией, немедленное вхождение и каноническое сношение с архиереями зарубежной Церкви, продолжающих стоять в истине город Ишим священномученика Ермолая память 26 7 8 08 06 года Протерея Ким Лапкин Протерея Николая Луки Протерея Михаил Курочкин Иеромонах Никон Иост Иеромонах Тихон Зайцев Дьякон Михаил Гуряков Ну там По странности Желаешь Можешь Прочитать Стихотворение По этому поводу Нет Я уже Забыл Стены Где-то Сидят Никто Не знает Там Ищаствует Батюшка И когда Они уже Вплотную Подошли К объединению В это Время Собрались Какие Под епископом Были Священники И вот Выносит Орешение Мы Ничего Не сказали Другого Кроме Того Я Сейчас Покажу Еще Кроме Того Надо будет Прочитать Потом Епископ Тихий Что говорил Перед тем Как Собор Поехал Туда А ночью Перевернул Все наоборот Ничего Не будет Из того Что соединитесь Потеряете То что имеете И стали Говорить Открытие Прихода По русской Зарубежной Церкви Это была Ошибка А сами В Америке Там уже Несколько Отечествений Православных Все равно Открыли Московский Патриархат Чтобы куда-то Даже в Александрийскую Патриархию Залезли Там сколько Белита Было Наделано Я сегодня Откопировал И Ну Батюшки Это все Есть Но Это еще Не все Тут Видишь Как Я думал Первый лист Это 8 Странистя Крупным Шрифтом Напечатал Чтобы Вы сидели Слушали И думали Кто же Это говорит Кто же Это сказал Тем более У нас Есть ролики Которые Посещаемость Ну ролик Один Просто Миллион Двести Тысяч То что ушли Это капля Миллионы Общий просмотр У меня 81 миллион Это все Будет выставлено Люди будут смотреть И думать Что же с ними Дальше будет Я думал Так Первое Считает Виктор Андреевич Второе Считает Лист Батюшка Я ему все Это засчитал Вся раз здесь Сидели Он Настолько Был тронут И сразу Попросил Откопировать Я три копии Сделал Мушил И дал Там Збеги Какие-то Есть Я не знаю Какие у него Но главное Что он Это принял Я говорю Как ты думаешь Кто это говорил Так Я Прочитаю Первую Страницу Вторую Вячеслав Будет читать Так Ну и дальше Это кто умеет Читать Любой может Поднять руку Снать Я хочу читать Первую страницу Я считаю Ну какой-нибудь Речь идет о миссии Что такое миссия Миссия имеет Вселенское измерение Мы с вами Как бы участвуем В этой вселенской борьбе Света и тьмы Добра и зла Христа и дьявола И нужно Ясно понимать Что миссионеры Всегда Как бы на переднем фланге Этой невидимой Но реальной борьбы Миссионерские Которые пункты Объединения Там делают И объясняют Все это ложь Это обман Миссионеры Больше чем по два Бог не посылал 12 послал 6 групп Миссионерских Избирает еще 70 И написано И 70 По два отправил Моисей и Арон Сколько? Кирилл и Мефодий Сколько? Ну маленько Так гляньте Отделы Деньги получают И вот здесь Все это показано Что такое миссия 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 Это значит Двигаться надо А теперь Пользуясь случаем Я бы хотел Несколько слов Сказать о том Как я сам Понимаю миссию Попутно хочу сказать За меня Начали ходатайствовать С другого города Далеко С человеком Не встречался Тетюшев И вплотную Написал на патриарха Там святейший Все И все материалы Собрал И послал Отношения И патриархия На своем бланке С пищатью Ответили мне Патриарх Согласен Со мной встретиться Но Ввиду Пока не может Пока То есть патриарха Это тоже Дронуло Сегодняшнего Патриарха Кирилла Я о нем Говорю речь Ходатай С разных сторон Ему и говорят Владых Успейте Встретиться Побеседовать Пока я живой И чтобы Такого отзыва Мы никак Не ждали Просто Это не было Так Я думаю Что от понимания Природы Так А теперь Пользуясь случаем Я бы хотел Несколько слов Сказать о том Как я сам Понимаю миссию Может быть Эти слова Кому-нибудь Помогут Обратить внимание На то На что мы В общем Редко Обращаем Внимание Я думаю Что от понимания Природы Миссии Во многом Зависит Успех Миссионерского Дела Ну казалось бы А чего тут Особенно Понимать Миссия Проповедь Обращенная В первую очередь Вовне Я говорю Да Это так Но эти Определения Не исчерпывают Как бы Всей природой Миссионерского Дела Понимание Которое Может во многом Помочь людям Справиться С теми Миссионерскими Задачами Которые Перед ними Стоят Позвольте Мне напомнить Вам Текст Архиереем Послана Всем Священству Обращение Текст Который Лежит В основе Всякого Миссионерского Движения Марка 16-15 И сказал Дети Дети По всему Мир И проповедовать Евангелие Все Твари Правильно В основе Миссии Научение Все Твари Это означает Всем народам Вторую страницу Кто считает Считай Громко Ясно Можешь поближе Так Третий лист Кому дать Назовайте мне Да Бери пятую Не славы Не добавляю Только Так Шестой Передайте Надежда Потом Не вернете Надежда Пожалуйста Александра Возьмите Так Седьмой Кому дать Так Так Восьмой Это кажется Последний Нет Предпоследний Восьмой Кому дать А кому Михаил Петрович Считать Ты умеешь На Друг Другу Говори Я окончил Следующий Считает А последнюю Страницу Я прочитаю Нет Только Перед последним Остановимся Я буду спрашивать Что вы подумали Кто это сказал Правильно или нет Будет нам за это что-то или нет Что мы тут в компании собрались И Такое дело поднимаем Повторяю Это все У всех архиереев на столе Вот смещенство Больше счастья По всему миру Наступил момент Двинуть место Да Мне Агния нужна была Она убежала Агния Где убежала Нет Тут Ну-ка остановите Агния Дай сюда Она вышла Кажется В Сенке Туда Позови ее Так Считайте Вторая страница Давай читай Так Минуту одну Мы познакомились С хорошим человеком Армянка Анаид Она собирается Принять крещение Она очень похожа На нашу Агнию Я смотрю Глазами Брови Особенно Вот такая она есть И она Армянка Из Армении И вчера Только она давала Песятки пальцев Что в России находится И она в Принску Работает у одного генерала И она настолько активная Уже меня с ним свела Мне нужен Пороскут Бывший Прокурор Артанского края А у него знакомый есть Через него хотя бы Я обращался к юристу Он не смог достать С Богом Красавица наша Читаем То есть ко всем Нужно обращать Этого научения И такое научение Нужно сопровождать Крещением Крещением Во имя Святой Троицы Но мы почти никогда Не обращаем внимания На первое слово Идите по всему миру Идите и научите Я хотел бы вам сказать Что именно это слово Определяет специфику того Слова Кто знает И он там Знаешь Называет меня И поясняет как Понимаете Как люди уже когда-то И через него пришел Соболев Преподаватель Университета Красноярский В Духовной Это В Академии Мирской И В Метрополии Одно слово Сколько людей тронуло А через него Сколько услышали Игнатин Ильич Давайте дочитаем Мы никогда не закончим Если вы будете Резолюцией Почитайте маленько Да что там маленько Будем терпеть До 12 Чтобы вы увидели Что коснулось Именно это слово Определяет Специфику того Что мы называем Христианской миссией В отличии от Всякого Катехизического Научения Чем отличается Просто проповедь От миссионерской Проповеди Именно тем Что миссионерская Проповедь Всегда связана С динамикой С движением Если вы обращаете Своё слово К людям Двигаясь к ним Идя им навстречу То вот такое Обращение И такое научение Является миссионерским Если вы просто Обращаетесь к людям Ожидая Что они к вам придут И составят Вашу аудиторию Будь то в зале Или в храме Мало ли где То вы занимаетесь Не столько миссией Сколько научением Итак Движение Навстречу Человеку Слушающему Слово И означает Миссионерскую Миссию Если вспомнить С чего начали Святые апостолы Вначале Они проповедовали В синагогах Апостол Павел Просто приходил К своим соплеменникам Единоверцам И говорил им о том Что считал Необходимым сказать О Христе Распятом Воскресшем О своем Обращении На своем пути В Дамаск А затем Павел Пошел Навстречу К языческому миру Он не просто Проповедовал В синагогах Он пошел Навстречу К тем Кто его Совсем не ожидал Кто совсем Даже и не думал И может быть Не хотел с этим Встречаться В чьи планы Совсем Не входила Беседа С этим человеком Но он сам Шел навстречу Ибо вся Апостольская проповедь Была проповедью Миссионерской Потому что Они шли Третья Шли навстречу Они обращались Вне зависимости Желали их служить Или не желали Собственно говоря Всегда дело Божие Постояние церковной жизни Начинается с миссии Если вы приедете В пустое место Зайдете в дом И будете ждать Что к вам придут люди Чтобы вы их учили Вы их никогда Не дождетесь Всякое начало Божьего дела Апостольское служение Связано с движением Навстречу Это было так естественно В ранние времена Христианской церкви В древней Первенствующей церкви И не только В апостольское время Это так было естественно На Руси Когда была основана Наша церковь И наши миссионеры Епископы Первые апостолы Русской церкви Двигались навстречу С язычниками Проповедовали А вот затем В нашем сознании Пастольском Произошел Какой-то перелом Миссия была выделена Как бы в особое Церковное ведомство Еще до революции Хотя формально Такого ведомства И не было Но был Институт Епархиальных миссионеров В кавычках Считалось Считалось Что вот эти люди И должны Какой-то миссией Заниматься А церковь Должна учить Народ А как учить Построили прекрасные храмы Есть определенное положение У церкви В обществе В государстве Есть некий статус-кво Есть традиции Обычаи Уважаемые Освященные временем Вот в рамках всего этого И надо осуществлять Научение Так вот мы и действовали Учили людей В храмах В воскресных школах До революции Это были не воскресные школы А церковно-приходские школы Но потом Начались эти годы Годы лихолетия Церковь вообще была загнана Как известно В гетто Ей ничего не позволялось Кроме того Конец Чтобы совершать Богослужение И проповедовать Во время Богослужения Вот хотим мы этого Или не хотим Дорогие братья Но мы должны Сами себе Сознаться в том Что вот этот Исторический образ В нас сформировал Нетий стереотип Мы себя комфортно Чувствуем в храме Мы выходим К верующему Нашему народу Говорим Во имя Отца И Сына И Святого Духа Начинаем проповедь Чувствуем себя Своей стихией Как бы мы проповедь Не сказали Хорошо Или плохо Нам Благочестивый народ Всегда грянет Спаси Господи И как всегда Греет душу Такое умиротворение Но движения Здесь нет Эти люди К нам пришли Потому Что родители Их были научены В вере Они уже Были обращены Либо в силу Традиции Воспитания Либо каких-либо Собственных Поисков И давайте Прямо скажем Что весь Феномен Второго Крещения Руси Не был Результатом Миссии Церкви Это был Результат Самостоятельных Поисков Людей Которые Разочаровывались В доминирующей Идеологии В ценности Жизни Которые На своем Опыте Поняли Что без Бога Невозможно Построить Полноту Жизни Это Результат Их Внутреннего Поиска Их Внутренней Борьбы Их Исканий Они К нам Пришли А мы Встретили Кто Хорошо Кто Плохо Кто С любовью А кто С прохладцей Кто С ревностью А кто И с раздражением И ревность Прямо Зависела От величины Прихода Доходов Священника Его Занятости И так Далее И мы Не можем Сказать Что мы Все Хорошо Их Встретили Потому Что Эта Первая Волна Рожденная В 1988 Рожденная 1988 Годом Уже Спала И Многие Кто На этой Волне Пришел В церковь В церкви Не Остались Я Хочу Сказать Второе Крещение Ко мне По-разному Приезжали Два По-фильмам Поставили Так Назад Второе Крещение Руси Попутно Дальше Пятое Итак Второе Крещение Руси Не было Результатом Миссионерской Работы Церкви Это Конечно Действие Благодати Божией Это Действительно Трагический Исторический Опыт Опыт Нашего Народа Но Мы Должны Ясно Себе Сказать Если Мы Хотим Найти Правильные Пути Своей Миссии Что Это Не Наша Заслуга А Что Нужно Делать Чтобы Действительно Осуществить Миссию А Нужно Делать Непривычное Для Православного Священника Дело Ну Ужасно Непривычное Нужно Выйти За Ограду Храма И Самому Ити Куда Ити На Улицу Скажу Сейчас Вещь Которую Многих Поколеблет На Завод Колхоз На Вокзал В Электричку На Перекрестке Дорог И Идти Так Как Апостолы Шли Потому Что Миссия Это Есть Проповедь Связанная С Движением Навстречу Идите По Всему Миру И Проповедуйте Евангелие Все Твари И Вот Пока Мы Не Совершим Этого Внутреннего Перелома В своем Сознании В первую очередь Мы Миссионеры Вы Собраны Здесь Пока Мы Не Осознаем Что Миссия Это Есть Проповедь Не В уютной Привычной Стихии Православного Прихода А В колючей Жестокой Враждебной Стихии Современного Мира Где Мы Сталкиваемся Порой До сих пор С насмешками С Непониманием С Раздражением С Удивлением С Сомнением С разочарованием Вот в этой Некомфортной Среде Мы должны Научиться Свидетельствовать Слово Божие Потому Природа Миссии Всегда Связана С движением А движение Всегда Связано С подвигами С разрывом Некоторых Связей Которые Удерживают Вас Привычной Среде Поэтому Подвиг Миссионерства Всегда Особый Подвиг Он Всегда Связан С Неким Преодолением Этого Естественного Для человека Притяжения К его Среде Обитания Именно Поэтому Подвиг Апостольский Равно Апостольский Всегда Так Ценился В церкви И уважался И он Почитался Как Мученичество Как Исповедничество Вот я хотел бы сказать о том, что сегодня мы нуждаемся именно в миссии Мы нуждаемся в катехизации Мы нуждаемся в религиозном воспитании И образовании Конечно Обязательно Но мы нуждаемся в проповеди Обновленной проповеди Рассчитанной на современного человека Неприспособленной к категориям мира всего Рассчитанной на психологию На сознание современного человека Чтобы люди с удовольствием с интересом слушали проповедь священника. Но в первую очередь мы нуждаемся в проповеди, связанной с движением навстречу людям, то есть с подлинной христианской миссией. Если говорить о направлениях в этой миссии, чем же, так сказать, надо заниматься? Вот меня всегда не покидает мысль, у нас нет, у нас не организованы миссии там, где они очень нужны, в первую очередь на крупных предприятиях. Вы представляете себе людей, которые работают на заводе полный рабочий день. Потом у них семейные заботы, потом у них два выходных, в субботу надо что-то делать по дому, потом в воскресенье надо выспаться, потом детишки, не всегда люди приходят в храм. И получается так, что их встречи с церковью бывают на великие праздники. Вот я поражаюсь сейчас составом людей, когда мы все это заметили, особенно в последние два-три года. Что у нас на пасхальных богослужениях? Это ведь верующие люди. Раньше стояли подбывчившая молодежь, которая просто интересовалась. А сейчас люди, которые до конца в храме, которые причащаются святых христовых тайн. Но их-то мы и не видим с нами в субботу и воскресенье. Это другие лица. Это не только на Пасху пришли, а ведь весь остальной год, может быть, на Рождество еще, на День Ангела, на День Рождения. А может быть, у них возможности и в храм прийти нет. Так вот, ведь эти же люди работают. Они работают в научных коллективах, на заводах. И как было бы важно, чтобы там священник мог встретиться с этими людьми. Какие-то опорные миссионерские пункты. Есть даже такое понятие в мировой миссиологии. Производственная, промышленная, городская миссия. Миссия, рассчитанная на людей, имеющих вот этот рабочий день. Занятых на предприятиях и производствах. А затем совсем другая миссия в деревне. Вы посмотрите на наши деревенские приходы. Пятнадцать-двадцать человек за литургией. А поселян три-четыре тысячи в поселке. Где все люди? Они что, все атеисты или все крещеные? Случись какая-то беда с человеком, тут же пойдут в церковь молиться и креститься. И венчаться, и просить батюшку помолиться о каком-то горе и несчастье. Но этих людей нет в храме. Они там, где-то на фермах, в колхозе. Может быть настало время, когда мы должны двигаться в эти места, не для того, чтобы там совершать длинное богослужение, но чтобы быть с этим народом, отвечать на их вопросы, помолиться. Я все время говорю, длинное богослужение. А надо десятую часть бога посетить из двух часов. Постану и проповеди. Дальше. Ведь есть же такое понятие, производственная гимнастика. Но почему не использовать ту же самую местную трансляцию на предприятиях или в тех же самых колхозах? Не сказать людям два-три слова одобрения, поддержки. Особенно в наше тяжелое время, когда дома взрываются, война на Кавказе, на Украине, экономическое неблагополучие, поддержать, чтобы у людей была связь между реальной жизнью и христианскими религиозными убеждениями. И особая сфера, конечно, я сказал бы, на транспорте. Это действительно проблема колоссальная. То есть, смотрите, западные миссионеры и сектанты, они же идут туда. Это совсем не значит, что нужно уподобляться им во всех методах. Но ведь вокзалы – это сосредоточение не только людей, путешествующих. Это ведь такое огромное сосредоточение социальных и нравственных проблем. А почему бы не добиваться того, чтобы в каждом транспортном центре была комната, где бы дежурный священник мог бы поговорить с несчастными людьми, продолжать, приободрить, помолиться вместе. Другими словами, я думаю, что вот самое главное, что нам надо понять в нашем миссионерском делании – это то, что вместе есть движение навстречу. И мы пока не сделали этих шагов навстречу, преодолевая некий стереотип внутри себя и преодолевая некие скрытые внутренние привычки и расположения, нам будет очень трудно достичь успехов в нашей миссии. Я верю, что русская церковь действительно организует свое миссионерское служение. И хотел бы сердечно... Закончим? Так, последнее листико. Познать владыку нужно быть такого-то, с той работой, которую он делает, и всех его коллег, и собратьев, которые миссионерским делом занимаются. У меня как-то со всеми связь была. У вас, миссионеров, трудящихся в епархиях. Потому что миссионер – это тот тип человека, тот, который на переднем фланге духовной жизни вступает в эту неведомую, мистическую, но реальную схватку со злом. Зло и дьявол, а одним словом переводится «эвол». И от того, насколько успешны действия первого отдела, названия, во многом зависит успех всего дела. Я сердечно и молитву желаю вам этого успеха. Так. У меня вариант есть. Теперь противоречие, несогласие. У кого есть, можете высказать. А он, посылая миссионеров, готов на то, чтобы со всей истинностью отвечать на вопросы, которые люди поставят священникам? Готов или нет? Это священников посылает он? Или каких-то людей, которые жаждут сказать им о священниках сегодняшних? Это вопрос большой, надо подумать. О чем и речь идет? Конкретно как бы. О священнике ничего не скажут. Хорошо, сейчас подожду. Говори, говори. Нет, ну вы задали вопрос, кто это, но это явно... Так, кто? Ну, можем мы сейчас пропеть многое лето? Можем. 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 Давайте пропоем, а потом я скажу. Нет, вы скажите, кто мы, чтобы знали. Нет, ну и знали. Ну молиться-то надо. Ну ладно, ладно. Какая разница? Когда было, записывайте хоть кто-нибудь. Ну, записывайте. Предположите, не дает сказать. Выступление на втором всецерковном съезде епархиальных миссионеров. Ноябрь 1999 года. Митрополит Смоленский Калининградский Кирилл. Ныне святейший патриарх. Пропоем. Многое лето. Многое лето, а в конце-то опять многое лето. Пошли Христе Божие, патриарху миссионеров. Вот так вот. Вот вспомнил, что многое лето, и был первым везде шел. Пододумал дома. Да, 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 именно так. А может, этот... Здорово как. Ну, давайте пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето. Пошли Христе Божие, пошли Христе Божие. Миссионерам во все места страны, земли нашей. И по всему миру, да. Небольшая маленькая пломбочка стоит. Московский патриархат. Студенческий журнал «Покров» Барнаульской духовной семинарии, номер 9, 2016 года, страница 35-я. Кавычки. Миссионерская практика И.Т. Лапкина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам в православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитал истории церкви Черновицкого православного богословского института, наставитель храма Святого Луки, города Норильска, священник Павел Бочков. И дальше показываю Википедию, ну и добавляется. Мы прошли 120 тысяч километров. От Барнаула до порта Находки, Тихий океан, и прошли Португалия, Лиссабон, Скандинавия и Прибалтика. 650 городов и больших районных центров получили от нас полный комплект вот этих книг. Это нам обошлось 35 миллионов рублей. А денег вообще не было. Это еще новое чудо, которое Бог сотворил. И сколько людей теперь считают, которые каждый день из наших книг что-то берут и выставляют. То с одного, то с другого, там постоянно. И трудятся, которые берут из других стран. Так что мы здесь, с патриархом, можно сказать, вплотную сошлись. Будем молиться, и Бог сильно совершит это чудо. Он жезу свой возьмет в руки, этот куколь снимет и пойдет со двора во двор. И будет от двери, как делают так называемые свидетели сторожевой башни. Вот что сегодня у нас есть. Это, Игнатинович, это его благочестивые пожелания, будем так говорить. Потому что, когда, представьте, входит митрополит, любому человеку, ну, во-первых, если там какой-то неправильный ему сразу по шапке, а так любой человек, он будет вот так перед ним, с глазенками. Вот у нас нет времени. Еще бы, если вы позволили, один мне вопрос задают. Пожалуйста, я поговорю с ним. Кто-то прочитать-то должен. Третий том. Нет, ну да, третий том. 983-й. Кто-то ходил в Александра Невске, и пришли в университет, и записку написали. Кто прочитает? Ну, дайте очки или что. Какой? Вот это тут? Да, 983-й. А, третий. Третий том. Читай маник. Пришел человек оттуда, и на что он нам говорит? Вопрос 983. В течение недели в храме Александра Невского висело такое объявление. 21 апреля в 18.00 состоится занятие для взрослых в помещении в воскресной школе. Узнав про это, мы очень обрадовались и пошли на эти занятия. Кто ходил, скажите, кто из наших? Наши обрадовались, которые на занятиях, и пошли туда. Я думаю, может, найдется хоть человек где-то. Старшие сестры. Но оказалось, что к этому времени ни один священник не пришел. А вышла стриженная без платка библиотекарша и сказала, батюшки сегодня не будет. Какие вопросы у вас есть, задавайте, я буду отвечать. Я здесь с детьми веду занятия. Я ей сказал, сначала голову покрой платком, а она, я же не в церкви. Хотя над головой висела икона Владимирской Божьей Матери. Одна женщина задала ей вопрос, что делать? В меня посадили порчу. Она ей ответила, причастись раза три. Если не поможет, обратись к священнику. Три таблетки. Про вас говорила, что вы сектант и раскольник. И примкнула к зарубежной церкви, что у нас нет своей церкви. И ваши проповеди по радио не слушать. И она гнала прочую голематью. Я ей возражал, и меня попросили уйти. И она сказала, что следующее занятие будут в воскресенье в три часа дня. Ну, теперь дальше я ответ даю. Ответ. Это вопрос такой, бумажка. Встречает Игнат Тихонович Лапкин. Когда читаешь детские рассказы у баптистов, то настолько они вычурные, надуманные, искусственно составлены взрослыми, что изнутри беззвучно вырываются. Неправда, так быть не может. Дети таким языком не разговаривают. А вот когда я прочитала эту записку, то говорю, да, так все и было. Прямо-таки и вижу перед собой, в кавычках, святую Русь и Капрановскую церковную полноту, в кавычках. Капрановская еще. Надо полагать, что эта женщина не с улицы и не без благословения священника, и не первый раз отвечает. Это то, что я отвечаю, а потом принесли мне записанное и отпечатали сюда бумагу. Кубайкина помогала, Галина Ивановна. Капранов и начал первый гнать. И нас выгонял тогда, помню. Так бойко отвечает может только тот, кто уже набил руку, то есть язык. Вполне допускаю, что она меня даже и в глаза не знает. Мне не раз приходилось беседовать с прихожанами храмов Войтовичей, и они мне с жаром очень взволнованно рассказывали про Лапкина, проникшись ко мне доверием и расположившись вполне. Случалось, что иногда я им открывался, что это я. К удивлению их не было предела. Случалось, что они тут же каялись и падали на колени, и хватали меня за ноги, прося простить. А иные не верили и еще пугали меня, что если встретишься с Лапкиным, то не так заговоришь. А кто это такое, на колени перед ним падали? Однажды случилось почти чудо. Не знаю, под впечатлением чего, но в Покровском соборе решили проводить картехизацию. И об этом пропечатали в епархиальной мурзилке Алтайской миссии. И кажется, в вечернем Барнауле. И все, как говорится, чин-чинарем, как у путных людей. Набирается группа, время занятий, во время Великого поста. Крещение будет тогда-то. Как я радуюсь таким маленьким весточкам. Хотя это и совершается... Ого! Вау! Игнатик, до чего нас лишили? Создание моих друзей. Пусть они скажут, когда они радовались нашим успехам так же. Я тут же отксерокопировал это объявление, размножил и стал помогать собирать кандидатов. Я отксерокопировал по столбам, чтобы люди пришли на... Не к нам, туда! Собирать кандидатов в группу для катехизации. И всем в нашей общине я постоянно напоминал молиться об этом удивительном событии для Алтайского края. Наконец-то! Началось! И это уже при моей жизни. Не скрою, грешный я человек. В вагоне мужик стоит хороший вроде бы. Она на него наступил какой-то с юга-то. А офицер его ударил, военный-то. Офицер-то. А другой мужик соскочил, давай бить шок. Началось наконец-то освобождать Россию от них. И скрою, грешный я человек. Хотя у меня очень большая, полноценная, глубокая вера в Бога и Библию. Но в выполнимость этого объявления я не верил с самого начала. Вот так. И об этом так вслух и говорил. Хотя катехизацию предполагалось вести полтора месяца. Ну что это за срок? Когда он должен быть от трех до пяти лет. А они его будут вести раз в неделю по одному часу. Должно быть не менее четырех часов в неделю. Я никак не мог понять, кто будет принимать экзамен у них. Как это все будет выглядеть на фоне того, что когда будут вестись эти катехизаторские курсы, здесь же, в этом Покровском храме одновременно, параллельно будет продолжаться обычное лжекрещение. Мочение макушки головы мокрой ладонью. Прошла Пасха. Нигде ни звука. Я встретился с отцом Николаем Байтовичем в его благочине. В кабинете. Зная его абсолютное неприятие, таких инициатив, как катехизация, крещение полным погружением, я хотела узнать. Все из первых рук. Скажу вам зрелище незабываемое. Взгляд его, настороженный по отношению к прихожанам, на этот раз просто излучал сияние. Он как-то склонился на свои руки над столом, совсем по-детски, с такой милой непосредственностью, как ребенок, которому наконец-то купили желаемую игрушку. Взглянул на меня и дрожащим от смеха голосом сказал, ничего у них не получилось. Ходило человека два, но потом один перестал. Группы. Да я все это слышал. Вот это и есть современное состояние московской советской патриархии и советских попов-коммунистов. Говорю не о конкретной личности. Каким духом двигались его губы? Я же видел буквально курящуюся, смертоносную ненависть ко Христу и Евангелию. Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Римляна 8, 9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Филиппийцам 2, 5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Лука 15, 17. Игнатий Ильич, давайте скажите, какую страницу, пускай люди почитают это. А мы обошли с Игнатием Тихоновичем без центральной железнодорожной. Мы же все это уже тоже знаем. До северо-западной. Ну Игнатий Ильич, ну что вы нас мучаете? Все пятиэтажки. Ну и что, что они не кончили? И то в стране, ничего нет. Пятый этаж. Мы бегом. Мы знаете как, пройдем вот все. Ну пример хороший, все показали. Возможно, все бегом. Все понятно, дальше не бывает. Я приходила домой. Мы об этом постоянно разговариваем. Все с меня. Вот так. Все прошли. Вдвоем с ним ходили. Один раз нас... Ну что прошли-то, что делали-то вы не говорите? Благовествовали. Благовествовали. 2002 год это. А не на эту приглашали занятия или вообще просто благовествовали? Ну как, занятия, конечно. Занятия приглашали и благовествовали. О православии говорили, о Христе. Так, вы не против страничку одну досчитать? Другой раз я не вернусь. Ну давай, ладно, потерпи маленько. Лука 15, 7. Мы же тебя слушаем все, брат. Часали. Ну, не столько же. Меня столько не слушаете. Читаю. Читаю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Иоанна 16, 21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родится младенец, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. От того, что священник предпоручил вести занятия вопиющей, невежественной, злобной и лживой женщине, это говорит лучше всякой рекламы об их отношении к проповеди и просвещению. Почему он не доверил ей вести богослужение? Потому что там он видит сакральное священодействие. Богослужение – это все и во всем. Это альфа и омега, начало и конец. Богослужение – это краеугольный камень. Это все в кавычках. А проповедь, научение – это так, для отмазки. Апостол Павел проповедь называет священодействием. Римлянам 15, 16. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы в семье приношении язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Относительно избавления от порчи, не сходу же придумала эта библиотекаша, чтобы мгновенно дать ответ. Три причастия. Это самое настоящее языческое шаманство, фетишизация в борьбе с демонами. Как только не манипулируют причастием вот такие уполномоченные, стриженные растриги. Не думаю, чтобы стоящий рядом священник поправил ее. Она отвечает точно по инструкции. Она достойная выученица своего настоятеля. Главное – раскрыть рот и что-то проглотить. Очень испытанное средство. Обычно оно идет многоступенчато. Каждое время, просфоры, святая вода и потом только причастие. Здесь же она сразу взяла по верхней шкале. А доступ к священнику она определяет как более последний этап. Сначала нужно испробовать причастие. А уж если не поможет – многоточие. А ведь в действительности все это должно быть совершенно наоборот. Ей плохо, ее мучает демон, она приходит к апостолам, в скобочках разумея, к священникам. И они, как правило, ничему, ничего не могут сделать. И далее вести не к причастию, а ко Христу. То есть человек должен уверовать во Христа, познакомиться с Ним с большой буквы, не с причастием. Как сумели все опошлить, извратить, уча, что причастие – это и есть Христос. Не нужно учить ни Евангелию, ничему. Какая тонкая подмена и грубое извращение. Ни один апостол, ни сам Христос так не учили. У этой женщины нет даже понятия, что такое раскольник и сектант. И в чем разница между этими словами. И она так свободно изрыгает эту ложь, быть может, только что причастившись. Дух лжи буквально пляшет у ней во рту. И она, следует признать, не худшая, а продвинутая на должность библиотекарши и учительницы. На эти должности, как правило, избирают самых патриотичных, невежественных, широкоротых, совершенно неверующих по Евангелию, но прекрасных проводников любого указания батюшек. Церковная стриженная пешка, многоточие. Будет когда-то и у нее смертный час. И Бог будет судить по Евангелию, против которого они провоевали всю свою жизнь, находясь при храме. Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и непринимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Относительно объявления о занятиях в следующее воскресенье, все будет точно так же, как и на этом в кавычках занятии. Я отвечал это, а потом превратили его в буковки. Все, благодарю. Видите, какой? Но главное, что батюшка вчера прослушал это послание, он сразу понял, это кто-то из священников. Так она стала потерял, так отпечатать мне надо. Я сегодня с утра три копии снял, сколько потратил краски на это. Нету больше копий есть такой. Нету копий. Двадцать лет в дурью манимся. Ну давайте. Господи, Господи, Господи. Достойно есть такова истину, Ложить тетя Богородицу, Приснув блаженную и пренепорочную, И матерь Бога нашего, Честнейшую Херубим, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без истения Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаю. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, От внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло, Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя Коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, Пусть покаются в небрежении своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя, И Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бог и Егова. Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов, Вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, услыши молитвы наши, И воздяйни рук, прими, как жертву вечернюю, Благоухание приятное. И соедини молитвы наши с молитвами всех святых, Молящих Тебе на небе и на земле. Ты творец мира, сотворивший этот мир, Видимый и невидимый, соблюдающего, как здесь, ждитель. Ты Бог, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий и пролитой крови, Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, За нас грешных, Прими и исполни наши молитвы О всех заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших, Отверзем двери покаяния, И за гробом нет покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, счастье и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твой голос Твой. Аминь. Аминь. Знаете, когда случилось землетрясение в Турции, Говорили около двух тысяч. Сегодня ночью объявили больше двадцати тысяч погибших. Сегодня ночью данные новые выставили. Второе. Священники, я не знаю сколько, Примера шестьдесят восемь из них, Я только одного Петра, Как говорится, Ну, его книги тут говорил. И они собирались, собрались вместе. Семнадцать активистов, Священники все там, игумены. И против... СВО. СВО. А? СВО. Да, СВО, как сказать. Вот так. Какое меры приняли-то? Я никак не ожидал. А много оказалось, Одним махом все отрублено. Так что об этих людях, Священниках-то, Петр Мещеринов там был, Он, я знаю его, очень хороший. Об остальных помолиться как. Даже не верится, Столько священников. И согласились все вместе. И выступили где-то там, То ли по телевидению или где. Я думал, как-то начнется, Прямо одновенно сразу всех, Там запятить, исключить, Снять санны и прочее. Я до конца считал, считал так. Ну да, да. Так, помолиться они дома, помолиться. Скажите, кому рыба нужна такая, возьмите. Кому не хватит, зайдем в холодильник. Возьмем? Возьмем? Так, это вам надо варить. Ну у нас есть. Берите, кому надо. Сейчас поздно чьется. Ну и что, надо знать, Пока поздно спренняя, Палhi. Я домашний человек уже. Разно. Пакет. 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 Продолжение следует...